Особое мнение на 101FM Я вам не обещаю, Дмитрий Михайлович А, вот так даже, да? Потому что, ну, всем известно, да, с чего мы сейчас будем начинать Ну, я догадываюсь, хотя я, как прихожу к вам на передачу, я всегда хочу поговорить об экономике, о социальном экономическом развитии города Кирова, Кировской области А давайте мы добавим Нет, нет, я просто всегда, как бы, хочу поговорить, есть ли у города будущее Вот, мы как раз об этом сегодня будем говорить Ну, с чего вы хотите начать разговор, что я догадываюсь, да, но судя по тому, что мы будем обсуждать, конечно, будущее вас таким результатом быть не может Но ведь жить-то как-то надо, вот и поговорим, что делать дальше Не жить, а выживать, наверное Выживать, о Шульгине, да, я хочу поговорить Да, да, об очередном главе администрации города Уже не совсем Бывшем, да Ожидаемо для вас это было или нет? Ян Чапатарев, например, знал, что шли допросы сотрудников мэрии, а вы что-нибудь знали? Интуиция? Вы знаете, как бы, я просто на протяжении там последних двух-трех лет даже то, что мы читали в информационном пространстве про различные договора, заключенные мэрией, про всякие интересные случаи, связанные там с ГДМС, плюс про смешных людей, которые работали в администрации города со всей страны и на самом деле с очень небольшим эффектом для кировчан. Ну, мне было понятно, что судя по тому, что даже писали, если 50% правду, то рано или поздно этот вопрос возникнет. И вот он сегодня возник ровно, по-моему, через год после его ухода Кстати, довольно быстро, да? Если сравнивать с кем-то Да, в этом плане надо отдать силовикам, как бы, такое уважение, потому что по Владимиру Васильевичу Быкову, всем известным бывшим главе, 10 лет пытались раскачать историю о том, что все, что он делает, это делает он только во вред кировчанам Но вот 10 лет потребовало для того, чтобы против него возбудили уголовное дело. Здесь гораздо оперативнее сработали Я сейчас немножко прервусь, напомню просто нашим слушателям, что у нас сейчас есть прямые трансляции в группе ВКонтакте, на сайте можно посмотреть на Дмитрия Михайловича Да, что я живой в эфире В прямом эфире И у нас есть номер телефона 8909-720-101-0, можно писать вайбер, ватсап, даже смс, задавать вопросы, тем более на такую тему, которая, наверное, всем не безразлична Ну, начали вы уже говорить о Быкове К сожалению, мы продолжаем говорить опять эту тему, что на протяжении уже 15 лет, к сожалению, наверное, с 2006 года у нас был последний глава города Значит, это был мэр города Василий Алексеевич Киселев Значит, и вот после того, как в 2006 году у нас отменили прямые выборы мэров городов в Кировской области, значит, вот у нас вся эта история коррупции, воровства, грабежа, она продолжается на протяжении... Вы думаете, это связано? Я думаю, что это одна из тех проблем, которые рано или поздно надо будет решать Я думаю, что эта причина, она тоже такая существует Скажу вам, что социологи, которые работают еще буквально 5 лет назад, потому что у нас еще остались в Российской Федерации города, которые выбирают мэров городов прямым голосованием, выбирают горожане Значит, вся статистика и все данные показывают, что эффективными как раз мэрами городов являются те мэры, которые выбраны населением прямым голосованием Они входили там, и, допустим, был рейтинг 50 мэров городов, из них первая десятка практически на 90% была составлена теми мэрами, которые избирались населением То это показывает, что, в общем-то, те люди, которые ходят на прямые выборы, их избирают население, они несут прямую ответственность перед своими избирателями Потому что любой здравый мэр, который отработал 5 лет, он захочет еще пойти на новый срок, и поддержка населения для него очень важна То он как раз, принимая какие-то решения и совершая какие-то действия, оглядывается, что на это скажут избиратели или горожане в том городе, где он живет, и тем городом, которым он руководит А все те схемы, которые пошли после 2006 года, это у нас получилось двое власти, что из городских депутатов избирали главу города, а глава администрации фактически назначался губернатором при поддержке городской думы В общем-то, вот эта вся история, она как раз нам и показывает, что за 15 лет мы видим сами, что мы уехали совершенно в другие леса, которые должны были находиться в наш город Даже с нашими ближайшими соседями очень сильно мы отличаемся, что на самом деле мы пока, к сожалению, все меньше и меньше теряем городскую среду Больше теряем не меньше Много уже тем затронули, но по порядку, будем клубок разматывать? Да, вы просто задали вопрос, что это одна из причин, это я думаю, что одна из веских причин о том, что все-таки я считаю, что должен быть мэр города, он должен быть один и он должен избираться населением Но мне все равно, если честно, непонятно, вот чисто по-человечески, все говорят, что тот, кто выбран, тот несет ответственность, а почему тот, кто не выбран ответственность, несет обычное нормальное качество человеческое? Смотри, а он несет перед тем человеком или перед теми группами олигархическими или там клановыми, которые его на эту работу назначили Мы там чего греха таить, мы давайте все посмотрим, что там, откуда взялся Быков, да? В шестом году за него очень сильно определенная группа лиц, всем известных, как она называлась в то время, ККБ Значит, очень сильно хотели, чтобы главой города стал Владимир Васильевич Быков, потому что это был их человек, и они с ним связывали очень большое будущее свое И, наверное, нашего города Ну вот все, о чем вы говорите, это только об одном говорит, о том, что тем, кто у власти, совершенно наплевать на людей, получается А что вы, это для кого-то новость какая-то, что ли, открылась? Мне кажется, что если мы посмотрим на все, что происходит в нашем городе, и как происходит в нашей области, и как мы развиваемся, и как у нас работают чиновники Мне кажется, это давно должно всем быть понятно, что, в общем-то, к сожалению, мы находимся на разных берегах На одной стороне власть, на другом береге само население И каждый выживает, как и при коронавирусе, как и при экономической ситуации, что все живут как могут и спасаются как могут Что дальше? Давайте чуть попозднее, сейчас все-таки о деле Шульгина поговорим Начала уже я о Быкове, да, именно Шульгин, как говорили, инициировал дело по нему, да? Не инициировал, он первый из глав администрации заявил о том, что город понес материальный ущерб при приватизации Парка Победы То есть он первый об этом заявил? Без его заявления нельзя было это считать, что на самом деле совершена сделка, при которой город реально понес громаднейший не только моральный, но и материальный ущерб Вот он это заявил, и на этом же фоне Он был молодец, потому что другие два предыдущих главы администрации, что был Перескоков и то, что был Драный, они помогали как раз вот этой всей сделке И на этом же фоне делают какие-то, получается, по версии следствия, не очень красивые дела, это возможно вообще? А дальше пошла жизнь Если это была первая, как бы такая информационная повестка, да, когда, вы помните, как назначали господина Шульгина, да? Значит, конкретно выступал губернатор Кировской области Васильев, который сказал, что на город назначается прекрасный человек Жители крупного города Казань, значит, который постарается сделать из Кирова похожий город, как Казань, по красоте, по качеству жизни, по паркам, по скверам Ну, в общем-то, да, и когда его назначали, буквально в короткий период времени, значит, раз происходит это информационное поле о том, что, в общем-то, новый глава администрации поднял вопрос о парке Победы и, наконец-то, дело завелось Он, правда, активно начал, и хотелось ему верить Да, и дальше уже пошла уже последневная работа, тяжелая, когда мы увидели уже, что через какой-то промежуток времени ситуация начала меняться, и городская администрация начала свой кадровый подбор Мы увидели, что это в основном были люди из Казани, это были люди из Сочи, это были москвичи Один, чего товарищ Минькин стоит, помните такой, да, смешной очень А их много было Да, их только много было, что просто сегодня уже даже всех не вспомнить, и это, по-моему, даже на пальцах не хватит, и ног, и рук там, да Значит, то вот, и дальше, конечно, с приходом Ильи Вячеслава, через какой-то промежуток времени мы увидели, что, оказывается, город больше принадлежит казанцам, чем, допустим, кировчанам, да Мы увидели, что все компании, которые туда заходили, были в основном или казанские, или питерские, значит, ну, в общем-то, рабочий процесс пошел Ну, вы вот, я почитала против варягов, как их называют, да Вы знаете как, я за профессионализм Если сегодня у нас на территории не хватает каких-то профессиональных людей, и если мы найдем хороших, честных и порядочных профессиональных людей, которые не за заработком приедут, а именно для того, чтобы сделать карьеру, то я не против Если сюда приезжают, извините за выражение, всякие непрофессиональные люди, которых на своих территориях никуда не берут, и нигде они не работали, и непонятно, для чего они к нам приезжают Ну, Шульин, между прочим, очень хорошее место занял в правительстве Торстана После того, как он отработал два года и получил хорошую объективку, вы не забывайте, что он приехал сюда, он работал министром ЖКХ Кировской области энергетики, дальше он был назначен зам губернатора, который курировал энергетику, там, ЖКХ и газификацию, и дальше он идет на главу администрации города, полмиллионного То с точки зрения того, что Киров ему дал полностью прекрасную объективку, потому что в данном случае до этого у него практически ничего не было Здесь за четыре года он реально по объективке можно прочитать, что он прошел такой очень неплохой чиновнический путь И понятно, что когда он уезжал из Кирова с такой объективкой, ему, видимо, или по объективке, или по связям нашлось место, да, по-моему, там он в Казани занял место зам какого-то руководства Министерства, да, экономического развития, то в данном случае, да, и вот эту объективку как раз ему, он же не приехал с такой объективкой к нам в Киров Вот приехал бы к нам в Киров какой-то человек, и мы его читаем, у него увидим, что он был там и зам мэра, да, и был там, может быть, и депутатом каким-то Плюс у него там отработал на каком-то крупном заводе, и везде от него хорошие, как бы, ну, подтверждения того, что это на самом деле профессиональный, хороший, честный человек Который приехал для чего-то в Кировскую область и готов тут поработать Мы видим совершенно обратно, то это началось еще при Никите Юрьевиче, и, в общем-то, продолжается еще более печально при губернаторе Васильеве Вы о том, что кадры не профессиональные Что кадры вообще непонятно по каким принципам, как бы, подбираются, и откуда они все берутся, и для чего они вообще приезжают И практика показывает, что они очень или быстро уезжают, или уезжают в места не столь отдаленные Ну вот, все-таки я слышу, что вы не на стороне Я против варягов, да, нет, я считаю, что на территории города Кирова и Кировской области есть, живет прекрасное население, его миллион триста И у нас есть хорошие свои кадры, которые могли бы честно и порядочно, и при том, что за эти зарплаты, которые сегодня получают чиновники, качественно работать и приносить какую-то пользу Я не верю в варягов, честно Ну вот сейчас у нас Дмитрий Осипов, может он как-то переломить эту историю, которая происходит? Мы попозднее поговорим об этой истории, когда у нас один за другим Я думаю, что Дмитрий Осипов не может ничего перевернуть, потому что он взялся ниоткуда возьмись, он случайный человек и снова назначены определенными коммерческими структурами Я не уверен, что он профессионально готов выполнять такую работу, которая на него была возложена ровно полгода назад Что должно произойти? Это какое-то быковское наследие, в котором мы сейчас живем все это время, или что это? И что должно произойти, чтобы все поменялось? Да нет никакого быковского наследия, а быков это часть сегодняшней жизни Российской Федерации Я думаю, что такие похожие истории происходят практически во многих областях, особенно бедных, как наша Киевская Не очень выделяемся, вы считаете? Я думаю, что картинка, я много читаю, много езжу, много вижу, я думаю, что очень похожая история, особенно с непрофессионализмом История с коррупцией, она в каждом регионе по-разному Допустим, я работаю в некоторых других регионах, вижу, что руководители города или районов непрофессиональны Но, по крайней мере, это из-за того, что от них хотят получить какую-то преданность, особенно вышестоящее руководство Но при этом они хотя бы не являются какими-то членами коррумпированных схем Они просто видно, это непрофессионализм К сожалению, иногда бывает, или к счастью, что профессионализм иногда все-таки меняется профессионализмом И люди некоторые за год-два-три обучаются и, в общем-то, просто работают, и, в общем-то, вполне успешно Но чаще всего за эти два-три года приходится территории пройти очень большой путь падения, а потом небольшого роста Но это непрофессионализм, когда мы говорим Если мы говорим вообще о практику мировую, вы не скажите хоть одну развитую страну, где такой формат коррупции, эти страны развиваются Когда фактически область или город полностью повязаны в коррупционных скандалах, мы никакой экономической, социальной развитии территории речи быть не можем Это невозможно Это совершенно разные истории То, как говорил Жванецкий, воруют не с убытков, а с прибылей Так вот, то же самое здесь Когда грабят совершенно бедные территории, то понятно, что никакого социального развития и экономического в этих территориях быть не может Вывод? Будем жить хорошо, когда воровать перестанут, а воровать не перестанут никогда, так? Понимаете, надо просто вывод такой, что есть в мире и в стране, наверное, примеры, где приходят руководители, которые не воруют, а которые хотят оставить какой-то след от себя на этой территории И они реально работают Ну, мы возьмем, давайте, советский период времени Да, ну, ведь работали люди без всякого воровства, коррупции, работали профессионалы Строили такой прекрасный город, который, в общем-то, у нас существует И первая диорама в Приволжском округе Цирк И на самом деле город совершенно по-другому развивался И не надо говорить, что там все воровали Никто ничего не воровал Если бы они воровали, такой город бы у нас не построили Значит, это вот просто стечение обстоятельств, что на самом деле Сегодня в основном все эти люди назначаются, они не выбираются Назначаются совершенно по непонятным там причинам Непонятно по каким качествам Значит, видимо, просто преданно силили вот по просьбе там Приехали по просьбе губернатора Ну, вот, чаще всего мы слышим там, да Были приглашены там губернатором Значит, для того, чтобы там занять какие-то должности Ну, вот, мы видим, что за четыре года все приезжие наши люди Которые почему-то считают Мне всегда очень это забавно слушать Почему-то они считают, что они сильнее любят наш город и нашу область, чем мы там, да Когда мы им начинаем говорить что-то обратно Они говорят, что вы ничего не понимаете, вы ничего не знаете Мы все лучше вас знаем и сделаем лучше, чем есть Ну, вот, началось еще раз там с Никиты Юрьевича там, да Сегодня мы видим похожую историю примерно подбора кадров господина Васильев И никакого экономического, социального эффекта мы вообще не видим В общем, мы пришли с вами к тому, что должность должна быть выборной И это должен быть местный, скорее всего, человек Ну, это уже люди определят Понятно, что я считаю, что выбирать всегда проще местного Потому что мы все его знаем И знаем, откуда он взялся, чем он занимался, где работал И как он выглядит, и вообще, как он относится к людям Значит, это главный формат А когда мы видим, что к людям вообще никак не относятся И у нас, еще раз хочу сказать, что жизнь так течет, что мы на одной стороне реки А власть вся на другой То из этого, конечно, ничего хорошего не выйдет А вот если говорить о тех кандидатах, которые захотели бы, да Не знаю, поучаствовать в выборах, например Есть мнение, что возглавлять Киров вообще скоро никто не захочет Ну, потому что это исторически так сложилось Что на главу администрации заводится уголовное дело На главу города И будь ты там на 200% честен Все равно в какую-нибудь историю ты попадешь Нет? Ну, я не думаю, что это так Единственное, что я смотрю за всем происходящим, наблюдаю И вижу, что, наверное, да Не завидую тому порядочному, хорошему мэру Который рано или поздно в Кирове окажется И будет выбран населением Потому что будет очень тяжелая работа Для того, чтобы хотя бы восстановить все то, что было создано в советском даже периоде Да, вернуть Потому что я удивляюсь, как эта власть Даже то, что ей передали 30 лет назад Да, вот эти все парки, скверы Там, ну, про заводы не будем говорить Там, про кинотеатры Про площадки детские Да, вот в каком сегодня все состоянии Мы там видим и по школам, и по детским садам Что полностью весь упадок И даже то, что можно просто было содержать И передалось как бы по наследству Они и то не могут этого удержать Мы видим, что с памятниками культуры происходит там, да Они у нас все падают, рушатся Значит, мы видим, что город до сих пор находится совершенно в каком-то ужасном состоянии То с этой точки зрения, конечно, этому человеку будет очень непросто Точку невозврата очень сложно преодолевать Очень сложно будет быстро получить эффект Чтобы кировчане сказали, что да Пришел новый человек, и мы видим, что изменения пошли Дело ведь не только в нем одном И дело не в одном шульгине или еще в том-то Ведь это вся администрация как-то так настроена Все эти винтики так работают Чтобы где-то что-то воровалось Я ей говорю, что это успех вообще будет не одного человека Он будет просто лидером этого успеха, если он захочет Да, конечно, все зависит от команды Очень многое будет зависеть от кировчан Насколько они будут ему доверять И насколько будут они терпеливы к его работе Потому что то, что сейчас наделали Обратно все вернуть и восстановить Это потребуется гораздо больше времени, чем мы думаем Значит, при этом у нас ничего не меняется И в ближайшие годы никаких больших изменений не произойдет И эта ситуация, она будет только ухудшаться То, конечно, работа будет очень тяжелая И при всем при этом я верю, что все равно У нас найдутся желающие, которые захотят Именно стать таким человеком Который, в общем-то, совершенно по-другому Изменит жизнь кировчан этого города И повлияет на будущее этого Прекрасного, в моем понимании, города К делу еще хочу вернуться И, может быть, сравнить его с делом Палюха Недавно было заведено дело на министра информационной технологии Они же очень похожи Они очень похожи Я думаю, что там, по-моему, даже одна организация Которая там и там выиграла По-моему, да, я где-то сегодня смотрел Очень похожи Ну, понимаете, у нас, к сожалению Власть не так умна, как кажется И они в основном встают все на одни и те же грабли И занимаются одним и тем же работой То в данном случае мы видим То, что делал Палюх, практически повторял город Ну, то есть это что? Это какая-то договоренность Или это какая-то ошибка Один сделал неправильно Подсказал другому Вот хорошая контора С ней поработай Что это? Они, конечно, не профессионалы Но они в большинстве случаев не дураки То я не думаю, что они Это какая-то ошибка Здесь как раз все было без ошибок Из-за этого сегодня возбуждены уголовные дела Тут видно, что ситуация зеркальная Значит, и вернее всего То, что кто-то и придумал один Но распространил на два направления Это город Киров и Кировская область Потому что в данном случае Это два разных бюджета Вот так вот Разговаривая со знакомыми Слышу, что не сильный интерес Проявляют к этому делу Шульгина обычная там люди Да, обыватели Ну, что такое камеры? Ну, как-то скучновато То ли дело своровать землю в парке Мария, ну, знаешь как У нас народ уже полностью потерял Как бы веру во власть Да, и это уже вообще Ничего не удивляет Они ничему не расстраиваются Потому что понимают Почему-то вот как у тебя сложилось Кого не меняйся Оно будет все воровать Ну, конечно, с таким позывом Мы никуда далеко не уедем И просто уже скоро воровать-то нечего будет Да, мы просто с вами реально понимаем Что сегодня ситуация экономическая Так тяжело складывается Даже без воровства В связи с коронавирусом В связи там с экономическими Различными проблемами И в стране, и в мире И в первую очередь В Кировской области И в городе Кирове Потому что бюджет очень тяжело формируется И это все будет сказываться на населении Значит, в первую очередь То мы там точно должны с вами понимать Что как бы дальше будет только хуже И в этом плане как раз Позиция и поведение власти очень важно Потому что они должны Как можно сделать больше того Чтобы вот этот эффект Экономического падения Не так сильно отразился На жителях Кировской области И города Кирова Вот основная их задача А они, видите, выполняют задачи Совершенно другие У меня такое ощущение Что у них задача просто Сделать приятно своей семье Своим родственникам Окружающим И в общем-то По большому счету Так как они здесь не живут И здесь их ничего С этой территорией не связывает И вообще на самом деле Без разницы Как через 2-3 года Будет жить в Кировской области Город Киров К сожалению Вот это главная проблема Вот рассказывая Об отношении кировчан Да, я знаете К чему подводила Не веревочка ли это только Не начало ли это Какой-то долгоиграющей истории С Шульгиным Когда будут новые эпизоды Появляться Вы знаете Мне кажется Что вот все Что происходит А мы видим За последний год Очень много Вот этих Коррупционных скандалов И задержаний Это в основном Все люди Которые приехали В команде Губернатора Кировской области То я думаю Что все самое интересное Еще впереди В плане того Что мы еще услышим Очень много Всяких сюжетов И материалов О том Что как работали Супер профессиональные В кавычках Люди Которые приехали Поднимать Экономическую Социальную жизнь Кировской области И города Кирова Понятно Что это На этом все Не закончится Я думаю Что все равно Как бы человек Который приводит Людей на территорию И рекомендует Их для кировчан Он несет Полностью Персональную ответственность За каждого Привезенного человека То в данном случае Мы сегодня видим Что кадровая политика За 4 года Полностью вся провалена Это подтверждено Большим количеством Уголовных дел Значит И я думаю Что в общем-то Это как бы Все идет к тому Что мы Наверное В какие-то ближайшее время Увидим какие-то изменения На территории Кировской области И города Кирова Изменения Вы о чем? Ну Понимаете Даже когда Мы сегодня обсуждаем Что допустим На каком-то предприятии Да Значит Когда Совершенно Все финансовые показатели Упали Значит На предприятии Происходят Какие-то коррупционные Сделы Там все разворуются То Любой нормальный Собственник Принимает кадровое решение Ну Вот Если в переводе На предприятие провести Да То все Что здесь происходит Мне кажется Что По крайней мере Москва Однозначно Должна Отреагировать На происходящее В городе Кирове Потому что здесь Худо-бедно Живет миллион 300 Человек И эти люди Все-таки Хотят Видеть ту власть В которую они Хотя бы Частично доверяли С другой стороны Вы только что Говорили Что по всей России Похожие вещи Происходят Ну Значит Есть проблема Кадровых решений Прямо из Москвы Вернее всего Что сегодня Подход Именно к территориям О том Что надо На каждую территорию Назначать приезжего Это фактически Не работает Мы видим Что и во многих территориях Где приехали Приезжие губернаторы В большинстве В своем У них Не складываются Отношения Не с местными Элитами Не с жителями Этих территорий То в данном случае Здесь вернее всего Что как раз Мы и говорим О том Что сама Вот эта Федеральная схема Как бы власти Она перестает работать У нас сейчас реклама Прервемся на полторы минуты И вернемся Особое мнение На 101FM Продолжается программа Особое мнение Сегодня веду Я Мария Кожевникова Она против меня Предприниматель Депутат Прошлых созывов ОЗС Дмитрий Русских Дмитрий Михайлович Хочу уже Начать менять тему Закончим Давайте Шульгиным И единственное Что мы хотим Пожелать Действующими Главе администрации Не вставать Снова на те же Грабли Которые У нас периодически Все главы администрации Встают Так что Чтобы он Как говорится Не врать И не воровать Руки должны быть У руководителя Который Назначается Кем-то Или отвечает За большое количество Людей Должен быть Именно Совершенно С другим подходом И надеемся Будем надеяться Что Через какой-то Примежуток времени Мы снова Эту тему Не вернем в эфир И не будем обсуждать Новое уголовное дело Уже по действующему Главе администрации Проблем-то Вот у него хватает В том числе И доставшихся По наследству Опять же А мне кажется Что когда он заходил На должность С трех раз Да Мне кажется Он до конца И не понимал Куда он заходит И какая ответственность У него ложится И какие проблемы Какое наследство Да И какое наследство Сегодня в городе Кирове И вообще Что будет дальше И как с этим Совсем жить Я подводила К 45 миллионам Которые Бюджет Кирова Отдает ВТБ Потому что Банк Оплатил кредит Чуса Взятый На строительство Водовода Кумен и Киров И вот теперь Значит Поручился город За коммерческую Организацию И теперь Другой коммерческой Организации Отдает 45 наших Миллионов Наших с вами Миллионов Вот это Правильно Почему такое Происходит И кстати Прошлая дума Вот только что Сейчас идет Заседание дума Только что Это обсуждали К сожалению Не успела послушать Денис Ерохин Задал вопрос Депутатам Прошлого созыва Согласовали Вот это Вот поручительство Города Ну я думаю Что без Депутатов Тут нельзя было Не согласовать Но вы знаете Что к сожалению У нас последние годы Какие Зак собрания Какие городские думы Там были И как они работали То в данном случае На них рассчитывать О том что они В какой-то момент Будут тем Забором Который не даст Немножко обезумевающей Власти Производить Какие-то действия А на самом деле И Зак собрания И городская дума Обладает этим свойством О том что они могут Некоторые вещи Не согласовать И доказывать Что это опасно И это неправильно Значит Ну на них Последние годы Очень сложно Там рассчитывать То в данном случае Конечно здесь Совершенно дурацкая история И вот снова Возвращаясь К главе администрации Города Господину Осипову Да Мы сегодня знаем Примерно как Формируется Областной и городской бюджет Мы видим Что только По этому году Дефицит Города Еще принятого Бюджета А принимался он В том году Был дефицит 500 миллионов Да Значит Я думаю Что он В связи с коронавирусом И с ослаблением Всех социальных Вот этих Экономических Ситуаций Будет еще Гораздо тяжелее Вернее Все что он будет Два раза больше Это Прямая Связь Из-за того Что население Будет испытывать Какие-то Ну особенно Социальное направление Здравоохранение У нас не входит Образование Там дошкольное Все-все-все Прочее Это скажется Однозначно Значит То как раз Вот задача была Главы администрации Договориться Как можно дольше Оттягивать эту выплату И насколько я знаю Должны были выплачивать В следующем году А почему-то Приняли решение Даже в этом году Оплатить Значит И Конечно Это вообще Вопрос Переговорный Между ВТБ И городской администрации О том Чтобы в связи С такой тяжелой Сложившейся ситуацией Как бы Как можно дальше Перенести Вот эти все выплаты Ну вот Вернее всего Что человек Который победил На всех трех Конкурсах По главе администрации И были поставлены Ему наивысшие оценки По какой-то причине Не смог договориться С ВТБ Для того Чтобы отсрочить Эти платежи Ну либо у него Еще есть время Это сделать Ну я так понимаю Что сегодня на Думе Как раз это дело В декабре По-моему сказали Обсуждается Что до конца года Город должен 45 миллионов Возместить ВТБ За коммерческую структуру ЧУС Да это печальная история Вот эти бы 45 миллионов Сейчас в детские сады Или дошкольные учреждения У нас очень много проблем Сегодня Да мы это прекрасно Все знаем и понимаем И сегодня Отдать 45 миллионов За коммерческую структуру ВТБ банку Ну мне кажется Что это Большая Для города роскошь И совершенно глупая история Это что урок Осипова Урок нынешним депутатам Осипов Ну Осипов как раз и должен был Показать Что он пришел Не просто так И он может делать Какие-то определенные вещи Которые будут влиять На положительное Для города Но вот Первый урок Договориться с ВТБ банком О срочке этого платежа Он сделать не смог В моем понимании Да Так что вот Видимо Пока Не так все просто Складывается у главы администрации Даже Мне кажется В таком Не сложном вопросе Еще знаете Что интересно Вот эта вот новость Вполне В принципе Понятным заголовком Что вот город Заплатит За КЧУС 45 миллионов Вот эта новость Опрос Сделанный нами По этому поводу В группе В ВКонтакте Почему-то не вызвал Совершенно никакого Интереса У кировчан Понимаете Как бы Это еще раз хочу сказать Что люди почему-то Не связывают сегодня Как бы Бюджетные деньги города Видимо Они так в них не верят Именно со своим Ну как бы Благосостоянием Потому что в данном случае Мы там понимаем Что на 45 миллионов Можно было отремонтировать К примеру Три детских садика Или там четыре Значит При этом можно было Закупить какие-то парты В школу Там учебники Ну как бы Очень много Куда можно было Их потратить Для того чтобы Допустим В этом же садике Родители не собирали Деньги на игрушки Можно было купить игрушки Или родители собирают Деньги для того Чтобы отремонтировать Какой-то класс А можно было Это все сделать Понимаете Просто тут нет у нас Связи никакой Мы совершенно перестали Рассчитывать И надеяться на власть И мы полностью Все это тащим на себе Да Мы вот И на это Из этого нет никакой реакции Потому что Все считают Что так и должно быть Ну отдали Украли Они сказали что украли Наверное Они даже не сказали что отдали Ну опять очередные деньги украли Ну что сейчас с этим делать Все воруют Ну и тем более Сейчас есть о чем поговорить Да Все говорят о коронавирусе В основном Ну да Я думаю что сейчас Людей это больше тревожит Потому что это тоже Очень большая проблема Для города Для области И я вам скажу Что вот я смотрю Коронавирус на самом деле Он не только опасен И страшен Да Потому что его последствия И вообще как происходит Я смотрю что это очень Дорогой вирус Для того чтобы сегодня Пройти там Тесты КТ Купить лекарства Это требуются Очень большие деньги Потому что вот Сейчас в селе Вот я на себе Покупал месяц назад Грибферон Он стоил 300 рублей Я вчера зашел купить Грибферон Которого нигде нет На самом деле В аптеках В одной нашел Он пришел по новой цене Уже 900 рублей Вы представляете Я спрашиваю продавца Говорю Слушайте Вот это как Она говорит Я сама в шоке Это то же самое Что с масками И сегодня нет нигде На самом деле Лекарства Сегодня в принципе Как бы вот сегодня И при этом Они стоят каких-то Безумных денег И получается Что большинство людей Просто не в состоянии Покупать столько Лекарств по такой цене Да И делать всем тесты Проходить КТ А если в семье болеет 2-3 человека Вот Это уже минимум Там 30-40 тысяч рублей Надо на это все потратить То в данном случае Я знаете Что мы опять с вами О негативе А я хотела Немножко Не знаю Получится Или нет Давайте Позитива В такой день Лучше о позитиве Хотя негатива Больше на самом деле Ну попробуем Вот по поводу Нехватки Там не успели Скорые Скорые люди ждут Да По несколько Может быть даже дней Есть примеры Того Что предприниматели Помогают Ну вот допустим Олег Кочкин Директор Вятка Авиа Оплачивает такси Для 80 медиков Из 7 поликлиник Для поездки К больным Вот я о чем Хочу спросить Почему нельзя Или может быть Действительно Можно Взять вот так Как-то Объединиться Что-то делать А не сидеть И не Продолжать Ныть Плакать Обвинять Это отличный пример От того Что в общем-то Все хотят Чем-то помочь В столь тяжелое время Людям Все ли хотят помочь По-моему Все хотят просто Сидеть И дальше Переживать Хорошо что Есть активная часть людей Их на самом деле Во всем мире Там 10 процентов Вот примерно Эти люди хотят помочь Другие 90 процентов Не знают как помочь Они из этого и сидят Они надеются Что в любом обществе В любом природе Есть лидеры Которые определяют Куда этому обществу идти И куда ему бежать Значит Хорошо что вот такая Есть идея Я знаю что очень многие Берут там И ремонтируют Или там Очищают Там делают парки Скверы Вот то что не делает Город государство Потому что они же заняты Дорогими машинами Вертолетами Как мы считаем Вот сейчас надо 100 миллионов В следующем году найти Что президенту губернатора На Черном озере Да дело даже не в этом И государство сейчас И проблемой с коронавирусом Тоже занято Не-не Но может быть Надо начинать помогать Слушайте Проблема настолько Большая То мне кажется Что вот этой активной частью Вот такими вещами Глобально Ее не решить Это такая Точечная история Ну давайте Мы еще сейчас Вот этим займемся Еще там Я возьму 10 человек И машин Но это не определяет Вообще тенденцию Потому что Ведь проблема Это сегодня Знаете в чем Именно Даже не с тем Что доехать на скорой Сегодня вопрос Это ведь самый главный Что нужны Профессиональные врачи Которые умеют Работать с коронавирусом Инфекционная больница В принципе Да Которая у нас Если кто был там Последние там Ну не знаю 10-15 лет Они наверное видели В каком состоянии Она находилась Пока не произошел коронавирус Пока не поняли Что инфекция Никуда не делась И все-таки Эти больницы Надо как-то придержать В нормальном состоянии Но на сегодняшний день Лучше всех с коронавирусом Работает все-таки Профильная больница Это инфекционная Да И в данном случае Сегодня проблема Это во врачах В кислороде Мы вот опять Уходим к ответственности Государства А я хочу поговорить Нельзя перекладывать Как бы все на население Население и так На все переложено Мы говорим о том Что государство Тоже должно нести Ответственность за свое население Которое платит ему налоги Которое создает И ему бюджет И этот бюджет Они должны правильно распределять Они должны взвешенно подходить Ко всем решениям Они должны выбирать Правильные приоритеты Что не За 100 миллионов Надо Может быть Я не знаю Там больницу еще одну Отремонтировать Или купить ИВЛ Или кислород А не строить Дачу там На Черном озере Понимаете Вот что главное Должно Государство должно быть Стратегом Он должно видеть Всякие Изменения в жизни Хотя бы на год А лучше на три вперед И в данном случае То что сегодня происходит Все знали Что вторая волна будет Об этом весь мир говорил Об этом все знали Москва об этом все знала Да А мы сегодня говорим о том Что в общем-то Мы сегодня Летом посчитали Что мы всех победили Коронавирус побежден Парад проявили И все отлично А на самом деле Ведь никакой стратегии По подготовке К тому Чтобы скорые вовремя приезжали Чтобы не так много народу Разом заболело Да Чтобы больницы были готовы Субтитры создавал DimaTorzok